Заканчиваются сроки налоговой амнистии для владельцев зарубежных активов. Еще в 2015 году президент России Владимир Путин подписал указ. То есть тем, кто имеет счет за рубежом и задекларирует его, не будет угрожать ни уголовная, ни административная, ни налоговая ответственность. Сокрытие информации повлечет судебное разбирательство. Имеющих за границей имущество вклады или ценные бумаги, контролируемые иностранными компаниями, в нашем округе немного, но все же есть. Но не все владельцы рассказывают о них налоговому органу. Амнистия длилась почти 4 года, чтобы заявить об иностранных активах без последствий. Каким образом это делается? Подается специальная налоговая декларация. Она подается только лично или через уполномоченного представителя с нотариальной доверенностью. По электронной почте, по почте. Эту декларацию направить нельзя, в связи с тем, что законом предусмотрена особая конфиденциальность этой декларации. Если до 1 марта это не сделать, последуют уголовные ответственности и штрафы. Российское законодательство не запрещает иметь активы за рубежом. Но владелец обязан сообщить о нем и о движении финансовых потоков. В первую очередь это связано с тем, чтобы исключить криминальную составляющую. Кому нечего скрывать, сделают все по закону. А если есть, то ими займутся специальные службы. Также налоговые инспекторы напоминают, начинается подготовка к новой компании по уплате имущественных налогов за 2018 год. Если у вас появилось право на льготу, то о нем надо заявить. Основная категория льготников у нас это федеральные льготы, это герои Советского Союза, инвалиды первой, второй группы, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны. И основная категория льготников это у нас лица, достигшие мужчины 60 и женщины 55 лет. То есть новая пенсионная реформа никак не отразилась на налоговом законодательстве. Право на льготу пенсионеры будут получать по достижению женщинами 55 лет, мужчинами 60.